Воспитание воспитателей Еще Ян Амос Каменский и Н.И. Пирогов и более древние мыслители подтверждали на опыте, что нет более трудного занятия и более ответственного, как воспитание детей и юношества. Нас более всего должно интересовать, что по этому вопросу говорит Бог через святое свое слово. Итак, виды воспитания Первое. Запреты Обычный, старорусский и старообрядческий Этот метод помогает детям усваивать все очень быстро, надежно и без рассуждения. Дети растут крепкими верующими фанатиками в добром понимании. Слово фанатас означает смерть, то есть это люди, готовые до конца стоять за свою идею, даже до смерти. Такие воспитанники совершенно не привязаны к священному писанию и склонны к выпивке, к осуждению всех, кто не понимает что-либо как они и легко впадают в гнев и ярость. И защищая свои убеждения, делаются агрессивными и могут даже избить оппонента, и даже своего священника и епископа. Твердо придерживаются веры своих родителей и воспитателей. Внутри себя надежды на спасение почти никакой не имеют. Это не евангельский путь, а основан на преданиях, не церковных, а местного порядка, на привычках и на подражании родителям. Таким методом нередко удается воспитать новых савлов. Если на таком основании произрастет авторитет Библии, тогда может вырисовываться образ апостола Павла. У этих детей все основано на страхе. Только бы не погибнуть, только бы не попасть в ад, только бы не гореть в огне с бесами. У них твердая уверенность, что они нарушают заповеди. Бог им представляется только в образе грозного судьи, карающего за несоблюдение постановлений. 1 Царство 12.18 И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Псалом 2.11 Служите Господу со страхом и радуйтесь перед ним с трепетом. Псалом 18.10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господня истина, все праведны. Из этого способа воспитания можно взять очень многое. Все то, что основано на Библии и на канонах соборов. Соблюдение чистого и нечистого посты и молитвенные правила. Псалом 33.12 Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Псалом 85.11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Псалом 110.10 Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Необходимо употребить все силы и таланты при беседе с этими людьми, чтобы их верность преданию повернуть на верность священному Писанию. Притча 8.13 Страх Господень, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притча 9.10 Начало мудрости, страх Господень, и познание святаго, разум. Притча 10.27 Страх Господень, прибавляя дней, лета же нечестивых сократятся. Таких детей из общей массы легко выделить. Они не скрывают, что они староверы. Как правило, здесь нет никакого исследования психики детей и возрастных групп, библейской анализы их поступков, то есть при их воспитании. Ребенок более научается подражанию от родителей в семье и на работе, и из природы. Ну вот первое, допустим, могу сказать, я это пишу о себе. Я родился в этой среде, и вот что получилось, теперь сам знаешь. Вот на этом основании, Слово Божие, мгновенно все переменило то, но вот чтобы этот момент решительно наступил. Вот что там описано, какие они верят, готовы побить, это все мое. А внутри страх один, и я погиб. После этого я много с ними работал, видел, говорил, твердо убежден, другого пути нет, но это Савлы. Но из них, получается, самые великие подвижники Павлы. Я не про себе тут говорю, просто так есть на самом деле. Если бы уже готовое, попался тебе такой материал. Когда таких нет у людей, значит, другие какие виды, ты должен определить, как с ним работать. Вот такому человеку нужно дать то, что написано здесь. Дать авторитет Библии. И мне этот авторитет Господь дал в течение полчаса. Пока хозяева работали, а у меня Новый Завет дали посмотреть, посчитать. Вот то, что просчитали, это по дням, по часам моя биография. Я думаю, и вы подтвердите это. Да. То есть вот то, что у него вот эта упертость такая, ее всю надо перенаправить на Библию. Да. И все во свете Библии. И название во свете Библии. И к истинному православию. И все это. И для Слова Божьего нет ус. И все будешь смотреть открытым оком. Я сдал большие самые названия. И тогда все время хочется больше знать. Составлять симфонии, каталоги. И у тебя будет желание буквально весь мир поднять на ноги ко встрече со Христом. Ну и видишь там, какие у меня книги, которых в их вообще нигде нету таких книг. Ну пусть покажут симфонии на жития святых. Нету. А какие каноны? Канон Андрея Критского. Тысячу сто лет простоял на одном месте. Мы с ним столкнулись. И теперь из него он сам по себе составлен для оглашенных. А теперь и благодарения, и словословия. Блаженов Эпилакт. Вы эти книги все имеете. 900 лет стоял на одном месте. И вот как нас ездан по 8 параметрам. Он самый лучший за всю мировую историю. Это Бог делает. И при том тогда Бог тебе дает. Я не думал заниматься этим. Бог это положил на сердце и было сделано. И дал помощников. И вот такие дать иллюстрации. Такие дать комментарии. Не было за 900 лет нигде во всем мире. А это вышло теперь по всему миру. А как определить такого человека? Беседе. Беседа. Узнать какая среда. Если скажет он старовер, было ли нет священства. Если священство было уже, а к слову Божию не привязали, будет очень трудно. Но все равно можно переломить. У нас не было священства. Держаться было не за что. А душа буквально горела. Это избранники Божии. В момент, когда покаются. Вот к этому добавить еще тут все на глазах. Теперь дальше считаем. Ну вопросы может быть есть по этой тематике. Вопросы есть? Да наверное раза 60. Нет, есть. 25, 20, 30 человек почти. Ну так вот как работать? Вот миссионерские, есть такие отделы при епархиях почти везде. Это самый большой обман на земле. И этого не видит никто. Ни епископы, ни архиереи, митрополиты не видят патриархи и папы. Обман. Миссионерские отделы нельзя создать. Нет. Они могут быть благотворительные, там, поучать, для оглашения. Можно. А миссионерские нельзя создать. Их Бог создает из двух человек. Из двух. А не то, что там Дворкин какой-то будет. Это все под ногами-то как опутаются. Миссионерские отделы, 12 апостолов. Бог посылает их Христос по два. По два в разные страны. Избирает еще 70 и еще по два. Вот которого посадили Романов. Схиегумен был. Ну такое у него звание было. Среднеуральский монастырь. Спарительница хлебов, кажется, называлось. Вот. У него могло быть все по-другому, если бы прислушался он к человеку, которого к нему мы послали. Сергей Егорьевич Игнатов. Адвокат. С Украины. Он бы сохранил отношения, был на свободе. И мы бы образовали около 300 миссионерских группировок. Буквально потрясли бы православие. Люди готовые были. У меня столько людей нету. И тем более я брал их на свое иждивение и кормить, и поить. Чтобы они приезжали и подбочил их от благословения и их митрополита. Не надо проклинать было ни патриарха, никого и власти не трогать. Сохранить монастырь. И эти люди перешли бы готовые уже у него были. Разрушил все упрямством своим. Ну, то, что было. Даже уже он сидел. И у меня и тогда была мысль, как дело это выправить. Писал и президенту, и Государственной Думе, патриарху, и генеральным прокурорам. И никто не откликнулся. Ни по закону не надо. Я знал, как его оттуда вытащить. И как, чтобы он вышел перед народом, попросил прощения. И тогда бы его из него знамя противления не сделали бы. А так, не знаю. Все. Так, дальше. Дальше. Виды воспитания. Дальше. Второе. Первый. Это тип запреты. Старообрядческие. Второе. Метод научения с нуля. Когда дети из неверующих семей, семьи ничего не знают ни о Боге, ни о Библии. То есть, вот такие люди. Это самый большой контингент детей в наше время и в нашей стране. То есть, в России. Воспитатель всегда на первом месте должен держать в памяти. То есть, это в таком случае, что перед ним бессмертная душа, искупленная Христом, ценность ребенка. Ребенок отличается от взрослого пониманием всего, что окружает нас. Он не в состоянии выдержать те же требования. Длинные богослужения, строгие посты, продолжительность труда и обучения. Дети совершенно иначе воспринимают окружающий мир, чем взрослые. И нужно как можно чаще, хотя бы кратко расспрашивать детей, не только на уроках, но и во время прогулки, как они понимают то, что видят в природе, что слышали и что смотрели. У преподавателя-воспитателя в душе все время должно оставаться что-то детское. То есть, он как бы остается вместе с ним и ребенком. Все время нащупывает ту ступеньку развития, на которой ребенок стоит. И постепенно, через образы и сравнение с тем, что ребенок уже понимает, необходимо поднимать его выше. Как правило, запас слов у детей невелик, поэтому новые понятия и слова нужно повторять несколько раз. И после этого переспрашивать, вводя эти слова в контекст. Нужно говорить с ребенком простым языком, но тексты священного писания цитировать полностью, дословно и никогда не упрощать. Сначала прочитать необходимое с абсолютной точностью, невзирая на возраст ребенка и его способности. И только после этого разъяснять простым доступным языком. Хорошо, после прочтения Библии, текста на русском синодальном, на русском языке синодального перевода 1876 года. И никаким другим переводом никогда не пользоваться, чтобы не разжижать мозги ребенка. И вот этим переводом и своими словами разъяснить прочитанное с использованием примеров. При разъяснении можно пользоваться специально изданными учебниками. Детская Библия, Библия для детей старшего возраста и другие. То есть для разъяснения Библии пользоваться детской Библией. Дети очень похожи на взрослых глухонемых и на оскудевающих в разуме стариков. Для них этот мир очень конкретен и намного меньше, чем наш мир. Ребенка часто воспринимают как досаждающего и мешающего, хотя ребенок и пристает перед нами иногда не как обезьянка, а как учитель. Очень многие взрослые с этим не согласны из-за своей тупости и не могут привлечь к себе ребенка и заинтересовать его. Если вы не поспешите установить в его сердце авторитет взрослого человека, и при том верующего, то у него и найдутся учителя его возраста. Действительно, дети не могут заценить то, что мы таким трудом созидали, стирали, чистили, варили, и сколько бы мы ему об этом не говорили. Он этого не поймет, хотя и сделает вид, что осознал, но тут же об этом и забудет. Лекарство очень простое. Ребенка нужно немедленно подключать к своей работе, чтобы он делал посильный до усталости и знал, как это достается нелегко. Ну да, но вот этот метод воспитания, наверное, относится ко всем, в том числе и к первому типу людей. Да, да. Вот это я то, что испытал, потому что сам создал лагерь с помощью Господа. Он называется православный христианский трудовой лагерь Станг в честь Климента Анкирского, священномученика, замученного в 312 году. Православный трудовой. Я не просто создал, а его бессменный директор. 45 лет и плюс 3 уже в ином формате. Почти полвека. Ни одного поврежденного ребенка. Больные уезжали все здоровыми. Ни один не повредился, не утонул, не сгорел, как в других лагерях, не отравлен. Мне есть что показать конкретно. Приезжали для исследования большие люди, профессора. Жили там и спрашивали каждый раз, видя, как любые конфликты разрешаются, где вы этому учились? У Бога. Я брал из разных стран разное. Вот такое то, чтобы, ну есть такое у русских, не пищать. Не пищать. Я взял это, национальный культ Японии, канзё. Я вам подробно рассказываю, как их ребенок ведет себя в стоматологическом кабинете. Мать склоняется над ним. Он начинает, ну как всегда, больно зубы-то. Она говорит его, Асяки, а где у тебя канзё? Мама, у меня канзё есть. Он сразу слезы вытирает и всё. Это самурай растет. С ним можно говорить. Вот если ложатся спать шёпотом, чтобы ни одного слова никто не сказал, а восемь человек в келье, девятый воспитатель. А если, а вот если случится разговаривали, всем выйти надо, или отдать только тех, которые разговаривали. Наказание два часа стоять. А так как это много, то там по полчаса разделить на четыре вечера. И как ему стоять? Как я их забираю с собой, веду под звёздным небом? Как всё рассказываю? Даже иногда они специально хотят нарушить, чтобы ещё одна ночь такая была. Вот он пока за еде. У меня люди были отовсюду. Весь Советский Союз буквально из-за границы привозили. Ну а когда Союз распался, теперь всё это по-другому. Украина, Белоруссия, с Канады много приезжали, и с родителями. Необыкновенность лагеря та, что вместе с родителями могут пребывать и дети. И вместе с детьми родители, но не имеет на ними никто власть, не имеет права его хватать за уши или как. Категорически запрещено. Наказывать может только один человек. И вот за 45 лет я не позволил даже самого малого наказания, чтобы кто-то посмел. Хотя у меня хорошие были люди, хорошие старшие воспитатели. Вот как Виктор Николаевич Савченко, вот сестра его Ольга здесь, Николаевна Симоненко. Видите как. В среднем у меня было с родителями каждый год 108-109 человек. Вот как-то дойдёт до этого, всё останавливается. Как построить строение? Никто не помогал. Ни копейки за все годы государство не вложило. Ни копейки. Нельзя драться, нельзя обзываться. Ну это дети, бывает же такое. И этим распорядиться как. Вот они не знают, что такое человек слепой. Мы разыграем, что я им рассказываю историю с болгарскими воинами. 100 человек лишились глаз, а один только с одним глазом. Вот сейчас и камелькнул, Виктор Николаевич. Вот как разговаривать? Вон он, да-да-да. Гимнастика. Каждый день утро считается Евангелие с толкованием. Вот он стоит. Закрепи его. Он много лет был. Кажется, 13 или 14 лет. А бывает из детдомов были. Как с ними обращаться? У меня не просто опыт, а уникальнейший, громаднейший опыт. Учит, что на нас нападали власти. За один только год, за два с половиной месяца летних, 15 краевых комиссий. Дошло до того, что в комиссии даже сотрудники КГБ, прокуратура, пожарники, там, учителя, образование, чего только не было. И мы устояли. Я подавал на них суд, потому что они обвиняли в нехорошем деле. И все до одного процесса выиграли. Ну и Господь, конечно, посылал помощников. Сильно помогал мне прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Мэр города, входящий в десятку лучших мэров России. Вот она, видите, это санэпидемстанция, теперь Роспотребнадзор. Вот как. Я ни одного документа не подписал. Вот я гляжусь сегодня, там Астахов Николай занимается с племянницей, она в штанишках. Никогда этого не надо допускать. Первым делом привести ее в порядок. Лицо ее не надо затушевывать, чтобы она сидела в платочке и с ней занимались. И чтобы родители были рядом. Он допустил уже несколько ошибок. Это надо выправлять, и уже труднее. С родителями приезжают, ни одной штанах нет. Даже прокурора приехала, мы ей вынес платье, она переоделась и все. Но тут, конечно, вот она. Видишь как. Не годится это. Нельзя это делать. Никак нельзя. Даже совершенно нельзя. Это у нас, когда принимаем, уже родители все знают. И когда они отдают, у меня специальный бланк, где написано было, что у нас в лагере существует физическое наказание. И что родители согласны и не против. А какое там рассказано. Если над столом, он там склоняется в чашку, ложкой по лбу, а дальше спрашивают, часто бывает? Я отвечаю, за 45 лет ни одного удара не было. Я по столу стукну, а потом себе вот так вот, вот так как дам. Они захохотали, все научились. Как подойти? Вот она, которая в этой... Ну, как так быстро даете-то? Такая прикречетая синяя-то. А эта приехала уже в юбке, эта полицейская. А там их сопровождает участковый. А вот эта вот она... Ну, ладно, я постою здесь. Я говорю, нет. Раз приехала, зайдешь. Она переоделась. Так сколько отзывов на нее. Да какая она... Вот она переоделась. Ой-ой-ой, Вячеслав. Да какой ты молодец. Вот смотри. Все. И вот теперь ей вход в лагерь есть. Она нигде не выходила. Вот видишь, какая она хорошенькая. Все, пожалуйста. У нас и в церкви такой порядок. Там машины, видать, приехали. Это мать Батугина. Мальчишки Тимофея. Они разведенные с мужем, а ребенка... Суд присудил ему. Мужу. Ну и вот теперь мы... Она пожаловалась. И главное, она сказала, гимнастику делают на траве. Так я говорю, ну как, в воздухе ее делать? Утренняя гимнастика. Она не была. Светлана звать. И она была так против. Невозможно. Она потом через мужа стала проситься к нам приехать в лагерь. Вещь неслыханная. Ожестощенный человек. Это я им даю визитки. Я говорю, да, да. Видишь, он не взял. Вот она все, пожалуйста, другая. Приезжает, приехал полковник. Полковник с кровавой прокуратуры. Мы его не запустили. Но когда я встретился... Видишь, она... Вы как ли там посчитаете, сколько есть? Веществлав, можно там отзывы под роликом посчитать? То... Маленько хотя бы. Про нее где написано? А вот сбоку тут видно, что мы обедаем, где все лагерное. Ну, маленько так, просчитай, какие отзывы. Девушку из прокуратуры очень корректные. Ну, тут много-много-много отзывов. Я не слышу, что-то не слыхать. Много-много отзывов. Девушка из прокуратуры очень корректная. Написано. Тут много. Вот. Ну, и хорошая? Хорошая, все хорошие. Вот так. Ну, вот учитывая то, что она написала, мать, а теперь приехали и мы приняли их по полному чину. Ребенка одного я не могу дать, я для него родителем являюсь. Они мне отдали. А его присылают почтой. Ребенка. Сажают в самолет документы, а я должен в аэропорту его принять по документам. Вот он показывает. Ой-ой-ой. Вот он, пожалуйста. Ну, вот так. Это, конечно, опыт. Шевченко Сергей Николаевич. Вот, пожалуйста, он не против. А то нельзя документы показывать. Да как нельзя? У него это должно на ките ли быть? Ну, все, люди не знают. Это глупости всякие. И вот дальше, как они допрашивали его, он как умно отвечал, а я сидел рядом. Ну, и засвидетельствовали, конечно. А потом уж Роспотребнадзор, когда приехал, как. Они приехали, я говорю, сейчас он не может с вами встретиться, Тимошка-то. А почему? Потому что он был в поле, ходили пасти коров. Я им разрешал. Ну, там они играют. И в это время дождь прошел, он до нитки промок. И сейчас он там сушится, переоделся. Вот видишь как. После обеденной молитвы здесь прозвучат пять громких ударов в колокол. Для воспитанников православного лагеря Стана это сигнал тревоги. Вот сколько всего. Колокол тревога. Пять раз. Что в это время делать? Слово не был старше. Если воспитатели никого нету, направление вот такое. Все должны у ребенка бежать, мальчики. Вот как его ростом. Вот они приходят разговаривать. Дежурный один. Вся мы озере погибли где-то восемь или девять. И президент Федерации Российской Путин дал указание проверить все лагеря. Он правильно сделал-то. Ну и вначале закрытие лагеря и штрафы миллион-полтора, миллион-полтора. А у нас не могли сделать. Еще не получилось. Ни рубля не дали им. И вот это все потом посмотрите. Вот этот ролик он интересный, составленный. Ну они нашли там какого-то в другом в другой епархии, чтобы он против сказал. А вот он пришел. Евгений удар. Как сморщится. Какое лицо у него. Смотри. Лукавейшее такое. И он не видал, не считал, не знает. Ну ему надо было приснуть туда уксуса. И он целое ведро разлил его. о рождении свыше. Вроде бы и православие, но с другим учением, рождению, о рождении свыше. Вроде бы неопятидесятническому учению, о рождении свыше. Он говорит, неопятидесятническое учение, а рождение свыше. Вы проповедуете. Да, да, да. Опозорились они. Она у нас была здесь, это Анна Афанасьевна, ТВ24 там. Запись провела четыре с половиной часа. А в дело пустила только четырнадцать минут. Остальное с моих делах и вот этого нашли. А это еще про них говорить. Вот так. И где, конечно, должны быть хорошие люди, которые помогают, как называют, волонтеры, добровольцы. И крыша. Вот у меня все так было, я обращался за помощью, а прокурор края дал указание местному мамонтовскому прокурору Сухову. И он привез мешки, овсянки там, крупы, и сам носил в ларь. Пускай назовут хоть один лагерь такой. А уж потом тут для книги для Слова Божия нету, там полностью каши и суды, когда я вернулся, полностью, зафиксированы, записали. Ну, продолжим. продолжим. Наше отношение к ребенку в церкви. Марка, 10 глава, 13 по 16 стих. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. То есть, Христос. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. То есть, ты уже здесь должен принять как дитя. Уже здесь ты должен принять это Царствие Божие. Так, это Вячеслав. Тут такое дело, кто думает учиться по нашему правилу не выбрасывать ни одной строчки. Он может добавлять согласно мне, чтобы было согласие моё дано. Этот материал чрезвычайно серьезен. Это я не на пустом беру, я где-то что-то брал, где-то считал. Ко мне претензии никто не предъявляет за то, что я брал у них что-то. Ну и так понятно, все я... Зачем когда-то уже было где-то? А это все мои слова. А это божественные. И эти люди, которые скажут, я тоже хочу так делать. Вот пускай делают, как написано. Я думаю, достаточно со 45 лет до плюс 3. Опыт. Дальше. Вот кто примет Царствие Божие как дитя, то есть это как паспорт получить, что ты уже в Царстве Божьем прописанный, имеется в виду, да? Или как это понять? А какие слова тут? Вот кто примет Царствие Божие как дитя, тот войдет в него. То есть ты вначале должен принять... Принять. Это еще неизвестно, это начало, правильно, начало. Начало. Вход какой? А к которому вошел, это не значит, что дошел. Все может в жизни. Был православный, а стал еретиком, сектантом, ну и все потерял. И мы знаем в природе, сколько таких было случаев. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Загруженность работы, усталость отнимает все время. И на детей его почти не остается. Когда ребенок отдаляется от дома и делается эгоистом, то родители сетуют. Мы его поели, кормили, а он... Да, поели и кормили. А другом стать не удостоились. Не нашли времени, не обучали Слову Божию у себя дома. Второй Тимофей 3, 15. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру в Иисуса, во Христа Иисуса. Тимофея обучала бабушка и мама. Как правило, дети, создающие шум в церкви, просто изгоняются или их оставляют дома. До времени это удобно всем, но это только до времени. Притча 22, 6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Ребенка нужно приучать правильно вести себя в церкви, истово совершать крестное знамение и делать правильные, неспешные и полные поклоны. Не оглядываться, не перебивать, не перебирать пальцами, играя чем-либо. Если ребенок ведет себя плохо во время богослужения, это вина родителей и воспитателей, как правило. Ребенка нужно вывести и узнать, почему он так себя ведет. Если ребенок умышленно и упрямо нарушает порядок, то может быть появится даже необходимость наказать его. Но это всегда нужно делать в уединенном месте, при закрытых шторках и дверях, и чтобы никто никогда этого не видел. Ребенка нужно подготовить к богослужению. За 10-15 минут сводить в туалет, правильно надеть по церковной форме и снова дать краткое наставление, как вести себя во время богослужения, и чтобы он не просился ни пить, ни в туалет ранее, чем через час. Ну вот здесь конкретно. Ребенок, ну просто пример, ребенок стоял и заплакал, и плакал, хлюпал. Что делать? И когда я показал, как у нас этот вопрос разрешился, ну там много было, я не знаю, сколько, разные-разные люди, профессора психологии приезжали, жили, они буквально потеряли дар речи. Как вы могли так догадаться, что это надо? А я говорю, а Бог для чего? Когда пришли, вечером молиться стали за стол, я говорю, кто плакал? Но ребенок не сознается, ну, все знают, плакал Валера. Я с ним разговариваю, вот Яша появился, как он перестал над матерью издеваться, он в веревке вилл из нее, Анна сидит, Сидоренко, где-то из Камска, Красноярского края, тоже надо посмотреть, а на весь мир ролик разошелся. И вот здесь я и говорю, кто плакал, эта молитва очень ценная, со слезами перед Богом. Для них особые пирожки у нас пирожки, не просто пирожки, а на толченые зернышки, подсолнечное, с медом, они получат, и все, я завтра буду плакать, я буду плакать, ребятишки-то, это хорошее дело, ребята, можете плакать. и когда вернулись утром, ну кто плакал, ни одного нету, а кто хотел, там человек, может, 10-15, руки подняли, я и надувался, и что-то хотел, нету слез, вот и все. Никакого наказания нету, разъяснить надо и поощрить, вот он, яша, это яша, если будем медом кормить, он будет плакать, кружку, пока полную наплащит. Ну и сократили, раза в 4 сократили этот ролик, кто ставил там, считает, что длинный, вот так, конфликт разрушается согласно Слову Божию, пошел, только дал, он сразу включается, у тебя сейчас сегодня не получается так, почему, сейчас она 2 капельки была, водичка может быть? Вот я с ним вожусь, посмотри, даже если еще не слушать, и то понятно, что мы друг друга понимаем с Яшей, я не знаю, сколько ему, ну маленький совсем, теперь я, чтобы у него слезы были, я сотового меда купил заранее, его кормлю и наговариваю, и он запивает березовым соком, соком березовым запивает, ну давай, сейчас еще раз, я протер кружку, давай еще разок, а потом медом покормлю, все, вот в секунду с одной сразу начинает плакать, сейчас ничего нету, это не пойдет дело, надо кормить, пошел за медом, вот смотри, вот каждое дело, и все оно оригинальное, сотовый мед, я говорю, сколько я заплатил за него, а ему нравится, хороший мед, дальше святая вода, которая есть из храма, святая вода и березовый сок смешанные, видишь, как он, ребенок не угнетенный, видишь, я для того, чтобы у него слезы были, у него воды нету в глазах, ой, ой, ну, Вячеслав, сыны тебе нету, посмотри, теперь я ему даю, и все это наговаривай, тут не слышно только, а почему не слышно? Это очень интересная вода у нас, вон какая она, тут бы все безбожники сказали, положительная энергетика, ну-ка попробуй выпей, на, сейчас он заправится, попробуем еще раз, может быть действительно у него слезы кончились, так, теперь смотри, опять я кружку должен показать, что ничего нету, мне надо слез набрать кружку, вот здесь сейчас, это издевается над ребенком, медом я накормил, мама рядом, ничего не подсыпь, я тут не знаю ювенальную юстицию, поминаю, и тут же она мама, тут никто не скажет, что там издевались над ребенком, или же как, это игло массовское, так, подожди, сейчас, подожди, я расскажу, вот ювенальная юстиция занимается чем, подготавливает рабов, манкуртов для антихриста, отобрать детей, они видят, что не приближается старство антихриста, ювенальная юстиция не действует, я в Америке ездил, под пускауткой в лагере был, там куда-то возили меня, я говорю, ваших воспитателей, даже к себе на территорию не запустил, пошли дальше, вот видите, я что говорю, он раз и показал, что действительно так, так, пойдем дальше, наказание, и это самое трудное и опасное занятие, этим должны заниматься истинные воспитатели, и этот талант, уметь наказывать ребенка, дороже десятка других, вместе взятых, наказание должно быть не превышающим преступления, и назначение его для исцеления и исправления, и должно соответствовать проступку, вот так, за все время не позволил родителям никому прикасаться к ребенку, я должен быть следователем, судьей, прокурором, и экзекутором наказали исполнение, и когда уезжают родители, все перебираем, где наказали, они заранее расписались, и вот за это сцеплялись, и как, прислали кандидат на медицинских наук, прокурор, там против меня три дела возбудили уголовных, и кончилось ничем, ничем, только дали, а теперь опровержение в печати, их принудили дать, и выступили сами в лучшее время опровержения, и заплатили за оскорбление, подрыв деловой репутации, но я не знаю, кому удастся это, тут ты должен на сто процентов любить ребенка, пошли, так, нарушения, нарушения, которые бывают, да, к примеру, ребенок вертится, ну, там показано, какие нарушения, да, вот первое, ребенок вертится, к примеру, да, что нужно делать, можно поставить на часы, то есть, играть роль часового у определенного предмета, лопата, палка, воткнутая в землю, это все, конечно, делается дома, не во время богослужения, покажите ему, как нужно стоять, не подгибать колен и не оборачиваться, сразу сказать ему, на какое время он ставится, четверть часа, полчаса, ни одним видом наказания не следует злоупотреблять, лучше не добрать, нежели пересолить, хорошо, когда за ним кто-либо наблюдает, и если он лукавит и нарушает условия, то он должен под знаку, сигналу или свистку подбежать к старшему и после расспроса нужно, чтобы он обязательно сознался, что он нарушил правила наказания, и сразу поясните ему, что если будет дан такой-то сигнал, то он должен с места стояния бегом подбежать к вам и после собеседования снова бегом вернуться на пост, снова повторите ему, что плохое стояние на часах, как и плохая работа и плохо сделанный кувшин рассыпались и все начинается с нуля. Если ребенок стоит серьезно, не нарушает правила, то обязательно сократите время стояния, амнисия за хорошее поведение, но время сокращения не должно превышать одной трети назначенного времени. То есть как в канонах церкви получается, да? Да, да, да. После этого нужно снова подробно разобрать его проступок и покажите пользу данного наказания. Обязательно приведите несколько текстов из Священного Писания о пользе терпения. Евангелие от Луки 21 глава 19 стих. «Терпением вашим спасайте души ваши». Яков 1.3 «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Яков 1.4 «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Римлянам 5.3 «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда». Сирахова 2.14 «Горе вам, потерявшим терпение, что будете вы делать, когда Господь посетит?» То есть вот эти примеры Писания по терпению. Вот он в церкви крутился, в церкви крутился, стоял. И вот такое наказание. За ним двое наблюдают. Это разные-разные меры. Обязательно наказан должен быть. Но как? Чтобы он это понял. Платочка нету, до тополей бежать, а это где-то метров 200. И пока он бегал, уже едят за столом. Он первого лишился. Вот садимся за стол. В это время дежурные, а дежурные уже, они колпачки, у них форма там есть, в лагере в детском нашем. Они быстро обходят вокруг, и какие вещи, ботинки, пуражки там, они их приносят щей, они знают, а это вот такой-то, такой-то. Он должен взять эту, там, рубашку снимал, бегали, в футбол играли, должен вокруг лагеря бежать, три раза, крутить и кричать, я забываю вещи за станом, я забываю вещи за станом. Пока он закончил бежать, приходят, а там один компот уже, все, остальное все, ничего нет. А у другой там сидит, щамкает, поели, а у него с чашкой есть один, а так, первое, оставить это, или пусть доест, но с чашкой будет ходить уже до ужина, в руке с чашкой. У пати идет, и то с чашкой. Я его быстро приучу, он должен быстро есть, ждать его не будут. Ну, понимаете, на любом повороте мы должны поставить знак «Ребенок мой». Вот когда начали нападать из-за того, что там вся Мозеря утонули, ну, это они где-то загоняли в автобусы, горячие, ну, на солнце, и пить не давали. К моим детям никто не прикоснулся. Мы заранее разыграли, как надо прятаться, как уходить, и все. Ну, это сильно, конечно, тронуло, как мы заранее тренировку вели. Дальше. Так, ребенок плохо кланяется, неправильно совершает крестное знамение. Можно вывести из церкви и расспросить о причине. Если не болен, то предупредить и снова вернуть. И по возвращении из храма поставить на поклоны земные с крестным знаменем. Сто поклонов. В воскресенье наказания нет. Так же и для причастников. Это может быть изменено для особо злостных нарушителей, дерзких и непокоривых. Пояснение. Наказание ребенка, как и вообще наказание, дело исключительно тонкое, деликатное и крайне опасное. Но без наказания нет воспитания, дисциплины и порядка. Вот так. Вот ребенок и заматерился. Ну, бывает, дома так учился. Теперь я его допрашиваю. Было такое, было. Все старые тут молятся где-то. Я в это время завожу в келью. Рву крапиву, жгучая крапива такая. Вот положил, губами провели вот так по крапиве. А он плачет. Больше не надо. Я крапиву убил. Выходи отсюда. Выходим. Это вот тут как раз показано, это утреннее чтение идет, Евангелие. Там колокол. Видите, сколько показано. И говорю, Алеша боится крапивы. Боишься? Боюсь. Ну, теперь смотри. Я начинаю эту крапиву зубами рвать. У меня на губах волдыри. Она такая едущая-то. И так вот кручу головой, рву и бросаю. Там все животы хватаются. Все. Он тогда, я не боюсь. Заходи. И все больше ни разу от него матерка не слышали. Я к ребенку рукой не прикоснулся. Понимаете как? А люди, которые ничего не знают, ну, не знают, они ведут себя так. Это идут обедать. Где-то 470 роликов примерно снятые про лагерь. Вот оно, наш дорогой лагерь. Разные там игры, все это как сделать. Хорошо, пошли. Если нет авторитета старшего, то необходимо будет закрыть школу, детский лагерь и церковь. Наказывать ребенка можно только после допроса его. Знал ли он, что идет на нарушение и какое будет последствие этого. Сегодня на сотню воспитателей и учителей едва ли найдешь одного годного на должность наказывающего, экзекутора, судей, прокурора. Все это в одном лице. Если нет стопроцентной уверенности о виновности нарушителя, то не наказывать вообще, а только предупредить. Ребенок должен знать, что ложь страшный грех от дьявола. Солгавший будет наказан обязательно сильнее. Иоанна 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 1 Иоанна 4, 20. Кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Откровение 21, 8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, учись в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Евангелие от Луки 13, 27. Но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». 1 Иоанна 5, 17. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Пример. За 28 лет в нашем православном детском трудовом лагере Стане не был наказан несправедливо никто, не был унижен, или чтобы над ним кто-то посмеялся после наказания. До наказания и после наказания нужно дать подробные разъяснения данному случаю и помолиться. Уже получается не за 28 лет, а за 40... 45. Да, за 45. Когда я писал, было 28 лет, а тут 45 и плюс 3 в ином формате. 48. Так, одно нарушение, какое может ребенок делать. Ребенок сквернословит. Что делать? Предварительно с детьми проводится беседа и подробно с примерами библейскими и житейскими показывается, какое горе ждет сквернослова матершинника. Матфея 12,37. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Ефесянам 4,29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Матфея 12,36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И здесь стихотворение Бранное слово низость и убожество души. Пусть с фронта борьбы поступают сводки. Подожди, 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 Антон Павлович Чехов почему пропустил-то? Ну это же в конце говорится. нет, нет, вот он здесь, а дальше там Маяковский. это все понял, понял. Антон Павлович Чехов достиг, бранное слово низостью божества души. Я понял, я думал, это целый стих будет его. Нет. Пусть с фронта борьбы поступают с водки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Маяковский. Владимир Владимирович. Маяковский. Хотя сам Володя был страшный матершинник, богохульник, блудник и самоубийца. И предупредить ребенка, что если подобное еще случится, то его молодой язык отведает молодой крапивой. Наказание обязательно производится в полностью уединенном месте сеткой авоськой или крапивой, но никак не рукой. Если ребенок нарушил случайно это правило, а раньше за ним этого не наблюдалось, то можно по договору с тем, что он никому об этом не расскажет, его не наказать, а только создать видимость наказания, создать клопок сеткой по столу с предупреждением, что если подобное повторится, то это неисполненное наказание будет приплюсовано к новому нарушению. Ребенок должен знать, а он это обязательно запомнит, сколько горячих, в кавычках горячие, стоит такой поступок. Например, за сквернословие три раза провести крапивой по губам. да, это слыша, это лицемеры начнут возмущаться и пугать конвенции прав ребенка, но для нас никаких законов не существует, кроме божественных. Все остальное временное, развращающее и погибельное. Так, какое еще бывает нарушение? Посигновение на личность, унижение. Ну, кто-то кого-то ударил, подмял, причинил боль. Такой должен обязательно быть наказан физически и беспощадно со всей строгостью. ребенок должен знать, что его простили и после наказания за ним ничего не числится. Ну, вот, мальчик ударил девочку. Он старше ее. Я его наказал. Наказал, ну, выше, а теперь если его наказал, у него горит там задница-то, ему надо быстрее грибини к рукомойнику холодной водой помочи, чтобы не так разъедало. А потом наказание дают. С сегодняшнего дня ты всегда играешь с ней, с этой Настенькой. За нее заступаешься везде. И они так подружились. Видишь, какое наказание. Я показываю, вот смотри, сколько тебе лет. Десять лет. А ей сколько? Ну, там, лет восемь. Да пройдет лет восемь, ты же вокруг нее винтом будешь ходить. Да ты посмотри, какая красавица вылитая. Вот они. Вот я показываю, это провини вшееся. А это место фуражки красной. О, ребята. А вот это, кажется, Тимофея стоит такой зелененький. Да, вот он. Вот я все разбираюсь с ними. Тщательно. Это Тарасик рядом все с красной сбоку. вот вот как охота тебя возить, охота. Охота стояло, а у меня блок я тебя не тщательный разбор. Мешать, он говорил. Да, мешать под ногами, чтобы, кстати, выиграть. Да, выиграть. вот за стол так они не сядут. Все платочки, девочки. За стол так без рукава, который не сядет. Она быстро должна одеться. Правда, стройка. А вы молитесь, поверните. Вот, смотрите, вы идете наказывать. Пошли сейчас с него. Снимем эту поршу. Да. И он будет с вами. Остальные, чтобы кепки сняли. Выяснилось, что он матерился или дрался. Да. Никто не подглядывает. Иначе он так же наказан. А вон сбоку это кажется Валентина Хапилина. Видишь, как хорошо. А рядом видимо тоже Галина. Загуляем. Он убежал. Убежал от наказания. Нет, нет, после наказания убежал. сейчас поймают притащат. Все. Ведут. Он не лагерный, он не лагерный. не лагерный, не лагерный. Пришел это пищушка. Да. У меня вообще семь пачек идет. Вот. Не разговаривай, чтобы его запретить, чтобы ты приходил. А я теперь голубей покажу. У меня вопрос стоит ли ему на голубятину залазить-то. Я его разрешил, дал голубей держать-то. Он забыл про то, что его наказали. Винтом весь идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Крапиву боится. Да крапиву разве можно бояться? Давай договоримся так. Или ты исполняешь, что мы говорим, это ни на костер, ни в лагерь больше не приходи. Ты голову сложишь где-то. Господь просто выбросит из этой жизни. Пока стеть, боже, нет? Скажи, больше никогда никого не буду трогать. Больше никогда никогда не буду никого не трогать. И материться не буду. Да, хороший урок. Если бы в детстве все его получали. Отходите, где? Давай. Я хочу сказать, что Веню тоже нужно поговорить с Вениамином. Он ему что сказал? Ты отвлекай, ты мешай, чтобы мы выиграли. Да не важно. Он ему... Но материться-то зачем? Ну материться, да, он его недавно не заворил. Он к каждому ребенку подходит, то палкой ударил, то еще подходит, жалуется. Ну вот он так, может быть, исполнял то, что Веня ему сказал. Да, Веня, это нету там, когда был в детстве палкой. Сестра. Ну как? Ну вот, понимаете, как бы ни снимали, вы бы ничего не видели. А тут конкретно. Вот воспитатели других лагерей у меня приезжали, они говорят, да если я так буду делать, меня посадят сразу. А меня не посадили. Одного, когда приехали, тут врач, в присутствии милиции, там прокуратуры, всех ребятишек раздевали и смотрели. Нигде нету никакого следа. Адак вас наказывают, бьют или не бьют. А один мальчик говорит, нас не бьют. Нас за дело наказывают. Бьют и наказывают разные понятия. Его не учили этому отвечать. Вот какое дело. Ну дальше. Г. Во время работы следует молчать, но ребенок разговаривает. Заранее он должен быть предупрежден, что придется взять в рот чистую щепку или прутик или и держать во рту до перерыва, до отдыха или до обеда. Если же будучи обузданным в кавычках судила во рту все равно продолжает болтать, то он должен знать, что это стоит два горячих. Но не более. Сеткой или крапивой. Девочкам по ногам ниже колен, мальчикам по булочке. Видишь как? После отбоя и отхода ко сну полное молчание. Дети нарушали покой, смеялись и разговаривали. Запрещается даже шепотом говорить, чтобы все спали. И это правильно, кстати. И в армии то же самое. А иначе кто будет говорить, разговаривать, он мешает спать другим и другие не отдохнут. Да. Правильно это. Все дети заранее должны быть предупреждены, что они должны знать устав, правила поведения в семье, лагере, в пути. Пояснить, что в Ангелии все студенты, живущие в общежитии, хорошо знают тамошние правила. Дважды нарушившие тишину после отбоя изгоняются из общежития навсегда. Воспитатель, войдя, спрашивает, кто нарушил покой. Спрашивает трижды, предупреждая, что если никто не сознается и виновный не выйдет, то все, все до единого будут стоять на часах два часа. Дети сейчас очень пакостливые и невероятно трусливые. Как правило, после такого вопроса бывает мертвая тишина и ни звука все замерли. Нарушитель был бы даже и очень рад, если бы его вообще не наказали, а все невиновные стояли бы на свежем воздухе. Вот с этой подлостью мы и боремся. Если кто-то не согласен с таким методом борьбы с нарушителями, то пусть он напишет нам, что он делает в таком случае и какая от этого бывает польза. И не теоретизировать, а показывать на практике. Такой теоретик не может управиться даже с двумя собственными детьми. После этого дается приказ выходить всем и чтобы все хорошо оделись и защитились от прохлады комаров. Нарушителей ставить отдельно друг от друга лицом на восток, чтобы они могли молиться, не видя друг друга. Ни к чему не прислоняться. Обычно через час они смиренно просят «хочу спать!» Иногда хватает и полчаса. Снова проводится с ними собеседование о том, какой вред они приносят себе и другим когда мешают спать. Разъяснить, что на завтра после отбоя они должны будут достоять недостающее до двух часов время и чтобы они сами завтра об этом напомнили старшему руководителю. Каждый вечер желательно советоваться с детьми о том, во сколько они хотят отойти ко сну, но не позже десяти часов. Подъем всегда в летнее время в пять утра, а при уменьшении светового дня постепенно и шести тридцати. Объявляется, что можно переголосовать через две минуты, а они желающие лечь раньше попытались бы убедить в этом и других. Если это им не удается, тогда берется среднее 9.30, если они просили отойти ко сну в 9.00. Да. Ребенок не хочет трудиться. Категорически запрещается уговаривать его. Дети должны приучиться бояться остаться без работы, чтобы они сами настойчиво выпрашивали работу у воспитателя. Он должен знать, что если он не будет трудиться, то он не будет есть, играть и купаться. Во время обеда он должен стоять прямо, не облокачиваясь, обязательно в столовой лицом к едущему. Но когда другие работают, он может сидеть на виду. По каждому пункту обязательно должно иметь особое место Священного Писания, которое следует многократно по самому малому поводу повторять, буквально врезать в сознание детей. То, что язык Библии это не язык любителей словесности, не язык Цицерона, об этом сказал сам Бог, как читаем об этом и в житиях святых. Это язык Творца, который не всем нравится. Если бы вещи могли издавать голос, то что бы сказало дерево о пиле и топоре. Ребенок не приучен что-либо делать, и это в нем закрепляется очень быстро. Лев Толстой говорил в возрасте 80 лет, что половина того, что есть в нем, он получил до 4-летнего возраста. Это особенно касается отношения к труду. Здесь по каждому пункту будут даны особые места, стихи Библии, заготовки на каждый случай. Конкретно по трудолюбию мы читаем Серахова 22.2 Воловьеву помет подобен ленивый, всякий поднявший его отряхнет руку. И корову прошли, оправились, и мы идем и смотрим, и говорю, вот это ты рукой сунься туда, и вот так вот отряхнешь, кто посылает. Любой даже совершенно неразвитый ребенок поймет, о чем здесь сказано. Таких коровьих лепешек, как и лентяев, очень много. Приходится остановиться, как на экскурсии перед таким караваем и объяснить участь ленивого и отношение к нему окружающих. Что значит взять и отряхнуть руку? Ну, то есть надо объяснить. Дети любят реальность, то, что можно пощупать. Вот это и означает учить во время и не во время. Это как мы читаем учи вовремя, во время и не во время. Тимофею апостол Павел говорит. Такие примеры врезаются в разум ребенка на всю жизнь. Здесь мы даем несколько таких золотых стихов, дабы из чего вам выбрать было, что для вас более подходящее. Только никогда не витийствуйте, не разглагольствуйте. Если вам приходится быть там, где есть посторонние и вы увидите пьяного человека, что не редкость на Руси, то не прибегая никакому осуждению этого человека, объясните детям о том несчастье, какое ждет каждого из них, если они не будут трудиться. Он тоже совсем недавно был маленьким ребенком. Как он вел себя в школе? И вот здесь приходится говорить уже не обезличенно, а на конкретных примерах о детях с называнием их имен. Вот ты не выучил урок, прокрутился телям, отвлекал детей, и этим был нежеланен для всех. То есть если бы тебя не было, то никто бы не только не пожалел бы об этом, но даже были бы рады. Баба с возу коню легче. Это означает, что никто не спрашивает благословения на тебя. Ты стоишь уже на кривой дорожке и идешь над пропастью. Абсолютно всегда во всем нужно видеть возможность и дать понятие о вечности, о небе и о смысле жизни. Полезно сделать разбор всего, что окружает нас. Пища, одежда, строений. Это большая школа, это целая академия и при том доступная детскому сознанию. Не все сразу, но постепенно нужно рассказать обо всем. Сначала взять самое необходимое, без чего невозможно прожить и дня. Хлеб, как он добывается? Ты воспитатель, хорошо это знаешь? Начни с молитвы Отче наш и выдели слова «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Подчеркни качество хлеба, что он никогда не приедается, что изготавливают его из пшеницы. Покажи на этом примере великую милость Божию к человеку. Как трудно достается хлеб труженику сельского хозяйства. Без многого мы можем прожить, но только не без хлеба. Этот продукт разрешается употреблять и во время поста, и его легко перевозить в виде сухарей. Он всегда готов для нас из одной лишь муки и великом разнообразии. И даже в пустыне Бог давал удивительную пищу по вкусу лепешки. Иоанн Златоуст говорит, что мы не знаем питаются ли чем ангелы, но если и питается, то пищей является хлеб. Псалом 77 25 хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. И если человек делается бедным и переходит через черту бедности, он остается бедным не ниже куска хлеба. Притча 6 26 Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. И снова подчеркнуть, что если не будем трудиться и не приучим все все 10 пальчиков к труду, чтобы они постоянно шевелились, то можем дойти до того, что не будет и куска хлеба. Притча 6 глава 10 по 11 стих Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как проходящий бедность твоя, и нужда твоя как разбойник. Если же будешь неленив, то как источник придет сжатого твоя, скудой же далеко убежит от тебя. Притча 24 глава 33 по 34 стих Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как проходящий бедность твоя, и нужда твоя как человек вооруженный. И снова подчеркнуть, что если ребенок не будет учиться, приучаться к труду, то он все равно будет что-то потреблять, есть, ничего не создавая, то есть быть паразитом, и придется в конце концов пищу себе искать на помойках. Если послать к умсомрному ящику искать себе пропитание, то ты посчитаешь это для себя за унижение, но любой бомж считает для себя за счастье найти что-нибудь рано утром в этом ящике, и они дерутся за обладание определенным мусорным баком. Эти наглядные уроки иногда уже слишком запаздывают. Есть дети, которым ничем не могут выделиться, и они приучаются кривляться, хохметь, пытаются кого-то рассмешить. Это тоже не следует оставлять без внимания, и снова возвратиться хлебу. Нужен трактор, комбайн, кто их должен делать? Для их изготовления нужен металл, кто его должен добывать? И так можете кратко представить весь процесс, попутно подчеркивая, как мудро Бог все устроил, заложил в землю кладовы из угля и руды. Следует рассказать о чуде Божьем, произрастании зерна. Повторяю, воспитатель должен знать очень и очень много и сам учиться всю жизнь. Воспитатель есть учитель, а учитель, как капитан корабля, всегда должен знать все. Он сам должен трудиться непрестанно и всегда вставать раньше детей, чтобы они его никогда не видели спящим и тем более утром в туалете. Авторитет воспитателя должен быть непререкаемым буквально с первых минут знакомства с детьми. Никогда не добивайтесь дешевого авторитета и никогда не прибегайте, не перегибайте палку, не усуемудрствуйте и напрасно не витийствуйте. Основная движущая сила работы с детьми это молитва, любовь, труд. вот эту триаду надо запомнить у нас когда было расследование прокуратура и говорит движущей силой лагеря является террес большой буквы любовь. не хочет так вот смотри какое дело получилось у меня были дети вы знаете это Андрей Юревич священник такой известный воспитанник отца Геннадия Паста но у него девочка была и мальчик у меня Арсением звать его хорошие ребятишки то но вот случилось то в туалете увидел кусок хлеба брошенный в туалет сразу ударили в колокол 5 сигнал это тревога пожар напали на нас кто это сделал кто сделал никто не сознается прекратили все работы все игры весь лагерь был выставлен за территорию лагеря идите разбирайтесь показано в сторону деревни там показано где сесть и там разбирайтесь найдите виновного дается вам на это 15 минут вернулись нету в другую сторону все четыре стороны ходили там где купаются и на другую туда где ягода собирают так кошка открывает подполь подполь дует оттуда не найдено но не нашли мы не знаем кто я призываю в деревне у нас был он не друг нам милиционер подполковник а он когда-то когда поднимали цирину работал что он пришел и сделал доклад на тему как достается хлеб он это пришел все рассказал так вдохновенно рассказал нет виновного а в это время состряпали много на несколько одни пирожки это толченые подсолнечные ядрышки на меду у нас мед был тогда ду-ду планетской нашли значит так эти тазики огромные вот такие вот тазы сколько таза полную высокие такие вот борта у ней вот и взяли которые взрослые ребята и понесли в деревню отдать у кого дети есть весь лагерь решается пирожков этих и все равно мы нашли кто это оказывается ребенок был наказан едой а сестренка его решила ему помочь и так вынесла под себя подложила где-то там подков кусочек а когда вышла то испугалась и туалет бросила я ее никак не наказал во-первых она поступила неправильно и сделала это полюбив брату раздвоенность но я говорю я думать буду зимой как тебя наказать я на всю зиму терзалась наказал бы меня дядя Игнать это ну всю зиму она ждала когда встретимся опять это дети Юревича священника хорошие ребятишки хороший отец потерю вот как это на каждый случай я рассказываю там про себя прописан психология была ну как вы могли узнать что это самый действенный способ я молюсь я у Бога спрашиваю что мне теперь делать с ними они такое дело я лагерь распущу я никогда не говорил такие слова не нравится убирай меня я не буду а я не держусь за свою должность я считаю его немедленно убирать надо такого а я держусь за свою должность я староста общины староста там сколько лет существует наша община я никогда не уйду меня переизбирают на три года я уйду только тогда без боя сдам когда узнаю что он будет делать лучше моего заботиться а я другая область я расскажу то что ни один не делал этого каждого больного держать на учете у кого что делать вызывать из плена он попал там ипотекой все силы приложить вырвать его чтобы он не должен был ни рубля нигде вот это был с комбайном Игорь взял только за то что взял кредит за кредит один миллион двести тысяч я не успокоился пока они написали нынче письмо мы выходим из плена а я назвал это плен и сразу же подвернулась теперь одна ипотеку не рассчитана но не прошло недели три она рассчиталась я начинаю молиться и у меня сразу появляется золото в руках это Господь делает пускай Осипов покажет пускай которые там говоруны покажут что они работают пилят копают правильно Вячеслав заметил что одно дело говорить другое дело делать в работе видеть пускай покажет я не с ребятами там дворкин или кто-то занимается никто через мои руки прошли тысячи детей тысячи и ни одного поврежденного вот как обходиться с теми которые нарушают которые не хотят работать здесь все предусмотрено и дальше не хочет утром вставать это явление хотя и редкое но встречается но встречается в помощь в помощь сброшенное одеяло и холодная вода чуть-чуть как из пистолетика только сбрызнуть все одевались ему это на всю жизнь будет готово девочка рассказывается как она должна в семье вести когда на ее счету будут дети и прочее это все перед богом и что встают встают все ударил колокол утром бьется кажется семь раз бьется отбой и подъем и они оттуда прям минута только они уже вышли идем бегом бегом идем за водой принесли воду с колодца с ведерками каждой после этого гимнастика после гимнастики чтения слова божия потом работают до восьми пока завтра будет и дальше ребенок рассказывает неприличный рассказ анекдот услышанный от своих товарищей или поет непристойные песни ответ на реакции почти всегда одна и та же наказать необходимо узнать источник происхождения спросить ребенка знает ли он что в этом есть что-то неприличное и попытаться в доступной форме разъяснить смысл сделать выводы научи его разбираться в слышенном подкрепи соответствующими местами из библии и чтобы он выучил их наизусть ни в коем случае не наказывать за это ребенка если это в первый раз постарайся найти подходящий рассказ схожий с этим но прилично выглядящий не лишенный юмора и скажи это можно рассказать в любом обществе и будет даже более интересно а теперь сделаем выбор что лучше не загоняйте детей в старообрядческий тупик в кавычках и не пытайтесь сохранить их под зеленым сукном в кавычках ну тут разъясните пожалуйста тупик это означает у них ничего нет отодраны работа никакой не ведут не никакой а под зеленым сукном то есть сделать недоступным держать около себя они не знают что не показать телевизор да и тело это не допускать это зеленое сукно приходится но когда-то выйдет я считаю все это надо показывать разъяснять и чтобы он добровольно сказал мне это не надо тут работа идет работа ежедневная вот это самый Тимошка маленький ребятишки его решили подставить и они подошли ему сказали а ты гомосексуалист на ребенка то но кто-то услышал и я узнал про это так теперь меня нужно что ему сказали он взял бумажку и напиши не говори только эти слова он написал гоми сексист он и поговорить то не может но это конечно нашли кто это сказал а он не тот и знает тряпица не знает запрет ну ладно дальше то есть он значение этого слова не знал получается ну конечно нет он даже написать его не мог и не знал а он написал я такой-то гоми секси ксилист ну и догадайся еще он там написал если же ребенок пойман пойман на этом и уже после то есть на неприличном рассказе или песне и уже после наказания продолжает следовать дурному то постарайтесь его изолировать Сирахова 23.19 человек привыкающий к бранным словам во все дни свои не научится эта язва неисцельна и нужны методы которые недоступны воспитателю врачеванием должны заниматься уже родители даже не пытайтесь исправлять его ничего у вас не получится так говорит библия горбатого исправит только могила поезд ушел так все предупреждено родители предупреждаются ребенка заберите дети воруют если это происходит в семье то вина в этом только родителей приучите ребенка пользоваться своими вещами никогда не надевать чужую обувь и даже верхнюю одежду не говоря головном уборе мое не мое здесь возведите в железнобетонную стену высотой до неба этому учите с младых ногтей с пеленок этот нравственный закон но не закон природы и без научения к этому ребенок сам никогда не подойдет когда он начнет понимать вселите в него страх божий что вор царствие божие не наследует раньше были старинные то есть лицевые книги в лицах картинках там изображались различные виды казней которые терпят души после смерти матершинник подвешен за язык на крюк и снизу жарит его змея кто-то горит в огне это не мультипликационный фильм ужастиков а подлиннейшая реальность согласная со словом божьим 2 коринфянам 5 10 ибо всем нам должны явиться перед судилища христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое откровение 4 11 и дым мучениях будет восходить во веки веков и не будут уметь покоя ни днем ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его лукаш 16 23 и в аде будучи в муках он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 1 коринфянам 6 10 ни воры ни лихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царство Божие не наследуют 1 Петра 4 15 только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающие на чужое если можно постарайтесь узнать проследить путь этого ребенка к воровству почему в нем не насажден страх Божий если воровство повторяется если воровство повторяется и после научения и объяснения то следует сурово наказать по рукам крапивой или сеткой и предварительно спросив какой рукой брал всем детям пояснить что есть государство где за воровство отрубают руки Тунис сделать тщательный разбор по каждой украденной вещи когда где сколько и свидетели расследование должно быть как можно более глубоким судья в Саудовской Аравии задает вору только один вопрос какой рукой воровал у нас в стране вор может быть судим десятки раз у них же только до трех раз постепенно отсекаются обе руки и потом голова убедить ребенка что ему необходимо в присутствии старших самому своей рукой вернуть похищенный владельцу и приложив к этому что-то из своего и спросить прощения исход 22.1 если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу постарайтесь ввести в устав правило чтобы вообще предупредить возможность кражи ни у воспитателя ни у детей не должно быть денег в общем помещении без разрешения старшего и по одному дети никогда не должны заходить в место где они спят если произошло воровство то это следовало сделать об этом сделать соответствующую запись с особой тетради с описанием всего и с рисунком похищенного здесь должно быть написано средственноручно ребенком обещание никогда и нигде ничего чужого не брать будь то деньги или вещи категорически запретить детям обмениваться вещами одежды или что-то покупать друг у друга приучите детей никогда не подбирать деньги которые лежат на дороге обойди перескочи но не бери тем более сейчас работают целые преступные группы которые подбрасывают деньги на дорогу перед прохожими а потом отнимают все что тот поднял и попутно раздевают если случится то появится такой ребенок что появится такой ребенок прибыл испорченный семьи пьяниц воров то постарайтесь сделать воровство невозможным для него никогда и никак не оставлять его одного он не должен появляться на кухне кельи и быть с чужими вещами на пляже на берегу один нужно провести с ним беседу предупредив что если он что-либо даже самое маленькое украдет или поднимет или присвоит то он будет стоять или сидеть с большой надписью на груди я вор если же это повторится неоднократно то постарайтесь немедленно отчислить его обо всем этом вести запись в журнале с подписью свидетелей воспитателей и с указанием точного времени часов минут с указанием места с точностью до одного квадратного метра с описанием вещей цвета размеры количества с подписью свидетелей это документ если сумма внушительная то сделать заявление в милицию и попытаться вернуть похищенные но вот этот вопрос не просто так вот он мальчик ворует у меня цыганские дети были даже хорошие не болеют не простывают как груздочки воруют значит стружек много у нас было я посадил и надпись я вор он тоже такой хиленький мальчик соворовал гребенку а спрятать некуда там крысинная норка была он туда спрятал а зачем да я для сестренки хотел вот вора поймали как сразу удивляюсь это мне никогда так не сделать чтобы сразу тут воров поймали это вот один вор такой был больше ни один не являлся вместе помолились с ним вот он какие уроки с ним делаю поймали его горючее воровали у Игоря а потом другой будет вор пойман вот одежурили ночами поймал Кирилл Лусинов ну здорово ну вот он ворует что с ним сделать как все рассказано это на практике так было ни в каком лагере нигде этим не занимаются и такой вот воспитатель воспитания вот это нигде нету таких книжек нету они простые ничего тут заумного нету слово божие молитва и слезы вот я тут плакал говорил с ним подприсав себе это вора ему говорит вы его говорит больше чем милиция убедили не воровать и красоту человеческую уподобил себе помоги ему господи понять это тюрьма его не исправит только ты можешь исправить положи ему на сердце возместить это четверо кого чем обидел чтобы он работал своими руками дабы было еще уделять нуждающимся жалься над ним господи над родными и близкими которые терпят это такой убыток тебе господи слава перекрестись тебе хвала помилуй его господи спаси его душу чтобы он поверил что ты умер за него христос господь дару ему новую жизнь чтобы он жил по евангелию дай дай будь страх твой святой и благослови эту милицию господи всех охраняющих порядок благослови кирилла игоря и место сие сохрани ее от пожара от воров от нечистой силы тебе слава за все отец сын и святой дух аминь ты сам хочешь сказать что-то помолись Дмитрий господь услышит жизнь твою исправит спроси мне господи скажи пообещай богу никогда никогда обещаю бога не делать крепко скажи господи я верую повторяй за мной я верую что ты умер за меня пролил свою причистую кровь избавь меня от воровства открой мне истину твою евангелие и помоги жить по заповедям твоим впустить тебя Иисуса Христа в свою жизнь помилуй нас всех благослови правителей страны патриарха и укрепи веру православную тебе слава за все отец сын и святой дух аминь помню что произнесли твои устада помилуй тебя господь спасибо но как да воспитание не ребенка занялись а уже все уже что творкин будет заниматься или которая тут говору священники у них ничего нет осипа будет заниматься нет конечно они даже пуговку верху не могут застегнуть по-масонски все делают в галсту когда бритые попутно скажу у меня доверия к ним нету никакого они не знают еще кормушка для них а я за все это что делаю не получил за всю жизнь ни одного рубля нигде были такие которые во время проповеди мне вкладили деньги я потом обнаружил у меня закон если положили в карман 10 рублей я должен отдать 15 прям в этот же день желательно и поэтому чем мне кто-то больше давал тем больше я делался бедным вот такие правила пусть кто-нибудь покажет что он жил так свою жизнь вот как Господь делает избрание он избрал меня я себя не принадлежу когда скажешь десятину платить аж скрежет зубовный слыхать а почему давать потому что ты знаешь что мне Господь положил на сердце не одну десятину отдавать а 9 и вся жизнь так прошла и ни разу голодным не лег вот как Бог делает это избрание это крещение духом святым но вот просчитали ну все сейчас будет 12 через 10 минут уже Игорь Дубунов зайдет будет занятие вести по ветхому завету там не кончилось еще нет не кончилось но на этом пока закончим там конкретно делу как с ребятишками это надо самому быть очень внимательным на 4 числа на 4 часа перенесли занятия на 4 часа до 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 начали нет тогда все все нормально сейчас будут занятия будут 12 это будет в москве нету будет все таки да да я так понял что в 4 в 4 это по барнаульскому а по нашу по московскому в 12 но я вот прошу александра идух 2 александра у нас ну как занятия прошли у нас отлично это бог делает повторяю у меня нет образования ни гуманитарного ни религиозного нету никак ни класса ни семинария ничего нету я просто молюсь и господь все открывает так это еще работа с сектантами отдельно проходить с какими как по разным вопросам там материал это второй том а это четвертый с какими людьми люди разбиваются кажется на 24 категории с какой категории как беседовать где это каким да это вот тоже на сайте это есть сейчас ну то что ты решил вот так вот и чтобы с комментариями и с особенно снимками это эпизодами оттуда ну вообще низкий поклон тебе брат вот так отхожу так так ну все тогда да все спасибо христос спасибо христос аминь аллилуйя спасибо 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 христос и аминь аминь ну аминь аминь и